Алтимат Продолжение следует... Продолжение следует... Оборудование, ракетки и мяч для сквоша. Правила игры. Найдите ровную стену без окон и дверей, в которую можно будет бросать мяч. Это может быть стена вашего дома, не соседского или гаража. Можно играть один на один или два на два. Игра состоит из розыгрышей. Проиграл тот, кто уронил мяч. Тот, кто выиграл розыгрыш, получает очко. Набравший 11 очков, выигрывает гейм. При счете 10-10 игра продолжается до разрыва в 2 очка. Сколько провести геймов, зависит от вас. Не стоит относиться к дачному сквошу, как к серьезному соревнованию. Это лишь веселый способ растрясти калории, набранные во время поедания шашлыков, и посоревноваться с друзьями. Кладоискатели Побегали, можно и подумать. Пора скинуть мозгами придется как игрокам, так и организаторам. Особенно организаторам. Если вы берете эту миссию на себя, то вам нужно Придумать, что будет кладом, например, любимый напиток. Решить, куда его спрятать. Интереснее играть в лесу. Придумать подсказки и нарисовать карту. Цель игры — отыскать клад. Количество игроков — любое. Оборудование — карта, клад, подсказки и здоровый авантюризм. Правила игры зависят от вашей фантазии. Вот лишь несколько подсказок. Разрежьте карту по несколько частей. Чтобы найти клад, нужно будет сначала собрать карту целиком. Разделитесь на две команды. Одна — кладоискатели, вторая — организаторы. Последние должны встретить кладоискателей в промежуточных точках и выдавать части карты. Придумайте задание. Отдавать карту просто так скучно. Пусть кладоискатели борются за каждый заветный клочок. Спрячьте клад получше. Например, закопайте в землю или повесьте на дерево. Чем сложнее игрокам достать приз, тем значимей он для них будет. Однако не забывайте о безопасности. Думаем, этих трех игр будет достаточно не на один сезон пикников. Но все усилия окажутся напрасны, если и на отдыхе вы не будете выпускать из рук телефон. Отключитесь от повседневности и насладитесь красотами природы и теплой дружеской атмосферой. Вернуться в виртуальный мир вы всегда успеете.